Уборка развернулась и в сквере имени Петра Львовича Монастырского на пересечении улиц Фрунзе и Вилоновской. Сквер носит имя великого режиссера не случайно. В этом доме он жил. Отсюда ходил на работу в расположенный неподалеку театр драмы, где был художественным руководителем и поставил около 120 спектаклей. Вдова знаменитого режиссера Надежда Монастырская делится. Приятно, что о супруге, который ушел из жизни 9 лет назад, помнит и забота о сквере тому подтверждение. Я каждый день им здороваюсь. Это очень естественно, потому что доска висит на доме, где мы жили. Здесь я живу, я. И каждое утро, выходя из дома, я просто к нему поворачиваюсь. Он смотрит на меня. Я говорю те слова, которые говорил к нему. Привет, доброе утро, целую пока. Все, я пошла на работу. Конечно, приятно. Всегда нужно помнить добро. А он делал добро. Потому что люди выросли, некоторые, на его спектакле. Жители, примыкающего к скверу дома, рассказывают и живут дружно. Их дети здесь гуляют, да и сами они нередко любуются открывающимся из окон видом. А чтобы было еще приятнее, убирают прилегающую территорию, особенно после зимы. С радостом, конечно. Солнышко выглянуло. Радость народу много, у нас жителей много вышло. Поэтому все довольны, радостные. Наводим порядок, чтобы было красиво. И детям было приятно бегать. Все здесь и сидят, и гуляют. Так что для себя стараемся. В этом году сквер имени Петра Львовича Монастырского попал в топ-20 рейтингового голосования за благоустройство в 2023 году по проекту «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье и городская среда». От активности жителей Ленинского района зависит, окажется ли эта территория в списках победителей и будет ли она преобразована. Сквер Монастырского, он назван в честь легенды нашего города. Здесь рядышком находится театр драмы на протяжении долгого времени. Петр Львович возглавлял этот театр, было его идейным вдохновителем. Сам он являлся заслуженным артистом Советского Союза, многократным получателем премии президента и других правительственных наград, ну и почетным гражданином Самарской области и городского округа Самара. Конечно, очень хочется, чтобы здесь появились малые архитектурные формы, кустарники, были посажены какие-то растения, цветы, потому что это гостевой маршрут, мы находимся рядом с Волгой. И, конечно, нам очень хотелось бы, чтобы люди проголосовали за обустройство этого сквера, чтобы всем приятно было здесь находиться. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» с 15 апреля по 30 мая проходит онлайн-голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2023 году. На территории Ленинского района в онлайн-голосовании принимает участие общественная территория, сквер имени Петра Львовича Монастырского. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самаре уже отремонтированы более тысячи дворовых территорий, более 400 скверов – мест общего пользования. Сейчас идет прием голосов за объекты, которые могут быть благоустроены в следующем году. Проголосовать за понравившуюся территорию можно на платформе 63.городсреда.ру. Кроме того, в Ленинском районе находится стационарный пункт голосования, расположенный по адресу Садовая, 175, в отделении пенсионного фонда. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События.